Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Насона Ульяна Алексеевна и я клинический психолог и центр ментального здоровья. Сегодня в рамках передачи медики для немедиков мы поговорим о ЭГ электроэнцефалограмме. И рядом со мной находится врач функциональной диагностики Борисов Валентин Юрьевич. Добрый день! Здравствуйте! Валентин Юрьевич, вот скажите, пожалуйста, с какой целью вообще направляют неврологи, психиатры, ребенка на процедуру ЭГ? Какие симптомы должны быть озвучены родителями, чтобы это явилось маркером для того, чтобы их направить на эту процедуру? Ну, основная цель проведения электроэнцефалограммы это исключение эпилепсии или каких-то состояний, связанные с наличием эпиактивности на электроэнцефалограмме. Родители могут замечать, например, какие-то признаки эпилепсии скрытые, в том числе, например, замирание, какие-то зависания и так далее. Или это могут быть явные признаки эпилепсии, такие как подергивание конечностей, падение и так далее. В том числе, например, родители могут замечать задержку развития у ребенка, которой раньше не было и которая внезапно начала нарастать. Это также может быть признаком появления эпиактивности на ЭГ. В таком случае специалисты направляют на эту процедуру для того, чтобы исключить все возможные последствия и соответственно назначить лечение, если это необходимо. Спасибо. А может быть вы нам расскажете, как проходит эта процедура? Есть ли какие-то секреты для того, как к ней приготовиться, например, нужно ли мыть специально голову, может быть с собой что-то приносить надо? Вот такие вот нюансы. Как подготовиться родителю для того, чтобы привести ребенка на ЭГ? Процедура проходит достаточно просто. Надевается специальный электродный шлем на голову и ребенок находится в комнате, в которой происходит запись синхронно данных с этого электродного шлема и видеофиксация для того, чтобы нам видеть все движения, которые мы можем увидеть на электроэнцефалограмме и неправильно их интерпретировать. Подготовка достаточно простая. Необходимо перед процедурой помыть голову, потому что чем чище голова, тем лучше будет картинка на электроэнцефалограмме. И если есть необходимость записи сна, то тогда ребенка необходимо подготовить к этой процедуре для того, чтобы он мог заснуть. Соответственно необходимо пораньше разбудить ребенка, позже положить для того, чтобы он точно смог заснуть во время процедуры. Хорошо. А вот я знаю, что есть процедуры ЭГ, например, 20-минутные и есть вот со сном, как вы только что сказали. Чем они отличаются? Всем ли детям нужно назначать именно ЭГ со сном или достаточно в каких-то случаях 20 минут? Ну, короткая электроэнцефалограмма называется рутинная процедура. Она состоит из чего? Она состоит из функциональных проб. Это открытие-закрытие глаз, фотостимуляции, гипервентиляции для того, чтобы выявить какие-то скрытые вещи, которые мы можем не видеть на просто фоновой записи. Также состоит из фоновой записи, которая как раз длится около 20 минут. Это процедура, которая назначается рутинно. Соответственно большинству детей, которые направляются на электроэнцефалограмму, назначается именно эта процедура. Но также существует и длительный, более длительный видеоэгэмониторинг, который назначается при каких-то состояниях, которые мы хотим увидеть в некотором отдалении. Или, например, нам обязательно необходима запись сна. Запись сна нам необходима, когда мы хотим увидеть какие-то состояния, которые происходят у ребенка во сне. Или, например, если мы хотим увидеть, нет ли там какой-нибудь терпеактивности, которая появляется только во сне. Плюс большинство детей гиперактивность, к примеру, или еще что-то. Или они просто негативно относятся к тому, что на них надета шапочка. И поэтому они очень тяжело засыпают или очень много двигаются и так далее. Поэтому нам необходима более длительная запись для того, чтобы увидеть всю картину, которая будет на энцефалограмме. Хорошо. Вот расскажите, пожалуйста, насколько эта процедура, она безопасна или она несет за собой какие-то последствия? Может быть, на что-то стоит обратить внимание, что, например, каким-то детям она противопоказана? Электроэнцефалограмма – это абсолютно безопасная процедура. Принцип у нее такой же, как у электрокардиограммы. Надевается электродный шлем, который снимает данные с головного мозга. Соответственно, не происходит никакой передачи, никакого облучения на самом шлеме. И вся процедура полностью пассивна относительно ребенка. Противопоказания являются только какие-то травмы головы или что-то такое, что может показать неправильную картину на энцефалограмме. Сейчас ходит много слухов о том, что мы можем увидеть по заключению врача, в принципе, на этой энцефалограмме. Вот скажите, пожалуйста, можем ли мы увидеть какие-то задатки ребенка, предисположенности к каким-то наукам, может быть, например, математические какие-то задатки, вот, например, по альфа-ритму? Да, действительно, сейчас очень много разговоров идет о энцефалограмме, которая позволяет увидеть какие-то способности ребенка или предрасположенность к определенным наукам. Проводится достаточно много исследований в этом направлении, но в рамках нашей клинической энцефалограммы этого сделать невозможно. Для этого требуются какие-то специальные пневматические методы обработки энцефалограммы. И на текущий момент нет точных данных, что есть какая-то корреляция между какими-то данными энцефалограммы и способностями ребенка или прогнозом на его дальнейшее обучение. Но сейчас проводится достаточно много исследований в этом направлении. Возможно, мы когда-то что-то и сможем по энцефалограмме сказать. Сейчас, на текущий момент, у энцефалограммы есть и единственное предназначение – это исключить или подтвердить перептифорную активность на записи. А вот я часто в заключениях вижу такую фразу «как незрелость мозговых структур головного мозга». Это про что? Это можно сказать, что это какой-то, может быть, незрелость ребенка психологическая, что это, может быть, какой-то психический инфантилизм, что вот ZPR? Что мы можем из этих фраз получить? Какую информацию? Когда мы видим такую формулировку, как «незрелость мозговых структур на энцефалограмме», это обозначает, что врач на записи увидел какие-то изменения, которые он посчитал с теми или иными признаками незрелости мозговых структур. На текущий момент такая формулировка в большинстве заключений отсутствует, потому что однозначно сказать о зрелости или незрелости мозговых структур или в целом мозга по энцефалограмме невозможно. И поэтому, когда мы видим такое заключение, мы относимся к нему несколько скептически. И поэтому в целом такая формулировка, она не значит, что у ребенка есть какая-то незрелость головного мозга. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, Валентин Юрьевич, как Вы считаете, в чем причина возникновения эпилепсии? В каком, может быть, возрасте она проявляется? Или она с самого рождения? Или как мы можем объяснить причины появления эпилепсии у ребенка? Вообще эпилепсия как таковое заболевание может иметь много причин. Основные причины – это какие-то генетические причины или причины, связанные с повреждением головного мозга. Соответственно, когда мы видим эпилепсию, нам необходимо исключить все возможные причины этой эпилепсии. Поэтому часто мы направляем пациента и на генетическое исследование, и на МРТ головного мозга, для того, чтобы понять, в чем причина. Причин эпилепсии может быть достаточно много. Скажите, в каком возрасте мы можем заметить, в основном, в каком возрасте она проявляется? Вообще эпилепсия может проявиться в абсолютно любом возрасте, начиная с самого рождения и заканчивая практически любым возрастом. То есть эпилепсия может проявляться в любом возрасте, начиная от младенчества, заканчивая старостью. Всегда ли проходят, как мы ее можем заметить, как судороги, потери сознания, как классические такие проявления? То, что считается классическим типом эпилепсии, это генерализованные тонико-клонические судороги. Это потери сознания и подергивание напряжения в конечностях. Эпилепсия далеко не всегда проявляется именно так. Многие приступы бывают негенерализованные, то есть без потери сознания. Мы можем видеть какие-то подергивания в конечностях, например, или в мышцах лица. Мы можем видеть потерю ориентации в пространстве. Мы можем... Также человек может сообщать о каких-то звуках, которые он может слышать, о каких-то зрительных галлюцинациях, которые в реальности нет. И также другие люди могут заметить отсутствие ответа от человека. То есть когда человек как бы замирает и не реагирует на внешний стимул. Это также может говорить о возможной эпилепсии. Вот у меня пациенты были, девочка, она закатывает глазки в сторону. И у меня возникло подозрение как раз отправить ее на ЭЭГ. Ну, соответственно, сначала к врачу, потом на ЭЭГ. Вот правильно я поступила? Это может быть тоже приступом? Да, конечно. И закатывание глаз в том числе может говорить об эпилепсии. Эпилепсия чаще всего в абсансной форме. Вот если, например, родители заметили такие симптомы у детей, им к какому врачу нужно обратиться? В первую очередь, когда есть подозрение на эпилепсию в том или ином виде, необходимо идти к неврологу. Эпилептолог – это тот же невролог, только специализирующий на эпилепсиях. И если есть возможность сразу обратиться к эпилептологу, лучше сделать так. И уже эпилептолог сможет назначить то необходимое исследование, которое необходимо этому конкретному ребенку, потому что существуют различные виды нагрузочных проб на энцефалограмме, существует различная длительность энцефалограммы. И уже только специалист сможет точно сказать, в каком объеме необходимо делать это исследование. Скажите, пожалуйста, может такой ребенок, уже с подтвержденным диагнозом, учиться в обычной школе? То есть в классе, где находится 30 детей, где один учитель совершенно, который не знает, как, если что, будет приступ у ребенка, как и взаимодействовать с ним, не вредно ли ему? Или все-таки мы будем рекомендовать какое-то индивидуальное обучение? Ну, вообще все очень индивидуально, потому что существуют разные типы эпилепсии, которые по-разному подаются лечению. Если эпилепсия полностью купирована назначением препаратов, соответственно, такой ребенок может легко учиться в обычной школе, и никто даже никогда не узнает, что у него есть такой диагноз, как эпилепсия. Есть эпилепсия, которая не очень хорошо купируется, или, допустим, у ребенка на фоне заболевания развивается какая-то задержка развития, тут мы уже подходим индивидуально, и, возможно, перевод ребенка на индивидуальное лечение. Да, вот как раз про задержку развития я хотела бы уточнить. Как, скажите, эпилепсия влияет на когнитивные навыки? И для всех ли это одинаковый процесс? То есть, вот если мы знаем, что у ребенка есть эпилепсия, значит, мы точно знаем, что у него будет снижение когнитивных навыков, это внимание, память, мышление. Так ли это? Ну, вообще, эпилепсия, она очень часто может влиять на когнитивные функции. Но при правильном лечении эпилепсии мы можем добиться того, что когнитивные функции не будут никак затронуты. Но нужно учитывать, что препаратами, которыми лечим эпилепсию, они также могут влиять на когнитивные функции. Поэтому нам необходимо выбирать грамотное лечение, для того, чтобы как бы не навредить ребенку в плане влияния препарата, но при этом компенсировать ту задержку развития, которая возникает у ребенка при развитии самого заболевания основного. Вот тогда такой вопрос. Если лекарства влияют на когнитивную сферу, ухудшая их, можно ли эпилепсию тогда не лечить? Может быть, она как-то пройдет самостоятельно? Чаще всего назначение лекарств необходимо, потому что сама по себе эпилепсия намного сильнее влияет на когнитивные способности ребенка в том числе. Но основная проблема – это приступы, которые возникают при эпилепсии. Потому что приступы намного сильнее влияют на откат ребенка в когнитивном плане, чем назначение препаратов. Плюс приступы – это достаточно травмоопасная вещь, особенно если это генерализованные приступы. Поэтому необходимо лечить эпилепсию для того, чтобы исключить, возможно, или задержку развития, или травматизацию ребенка. Спасибо. А вот скажите, пожалуйста, придется ли пить лекарства всю жизнь? Или это какой-то период, например, может быть? Существует несколько видов эпилепсии. Есть эпилепсия детского возраста, которая самооккупирующаяся, то есть которая с возрастом проходит самостоятельно. В таких случаях мы назначаем препараты детям и отменяем их в более взрослом возрасте, когда мы видим, что эпилепсия может пройти уже в этот момент. Существует тип эпилепсии, которая лечится хирургическим путем, то есть нейрохирургически. И в таком случае после операции через какое-то время можно отменить препараты, и также мы не будем видеть приступов. Но при этом существует эпилепсия, при которых необходим постоянный прием пожизненных препаратов. И в таком случае, да, человек будет принимать эти препараты все время, но он будет свободен от приступов. Ну, то есть это долгая работа со специалистом, который уже решает, отменять препарат, не отменять. Да, конечно, и всегда снижение, увеличение дозировки препаратов выполняется только лечаим врачом. Спасибо большое. У нас еще есть вопросы от родителей. Валентин Юрьевич, вот пишет Ирина, здравствуйте, можно будет узнать информацию о Депт? Да, Депт – это так называемые доброкачественные эпилептифорные паттерны детства или роландические комплексы, как их называют сейчас. Это определенные паттерны, которые мы видим на энцефалограмме у многих детей с задержками развития, с аутифтическими расстройствами в том числе, и также у полностью здоровых детей. Само по себе обнаружение таких паттернов, оно не говорит о наличии эпилепсии или их влиянии на какой-то на когнитив ребенка. Все оценивается всегда в сумме с учетом клинических данных, с учетом когнитивного развития ребенка. Также такие паттерны, они могут сочетаться с наличием эпилепсии у ребенка. Поэтому при обнаружении таких паттернов у ребенка, у которого мы раньше эпилепсии не видели, мы можем заподозрить, что, возможно, она может быть. И тут необходима более внимательная консультация эпилептолога, что чаще всего и назначается. Также большое количество такого типа эпилептифорной активности может влиять на когнитив ребенка. Поэтому в таких случаях, когда мы видим наличие депт на энцефалограмме и видим, что ребенок когнитивно становится хуже, тогда мы назначаем противоэпилептическую терапию, с помощью которой мы можем убрать на энцефалограмме такие проявления, либо их хотя бы снизить для того, чтобы когнитив ребенка дальше нормализовался. Вот Елена спрашивает, мы уже с вами затрагивали вопрос о когнитивных функциях. Возможно ли восстановление когнитивных функций ребенка на фоне полной ремиссии? При активном течении эпилепсии мы чаще всего будем видеть тот или иной когнитивный регресс ребенка. При назначении препаратов влияние приступов и влияние эпилептифорной активности самой по себе оно минимизируется или полностью уходит. И после этого мы, учитывая возможное влияние препаратов в целом самих на когнитив, мы также рекомендуем заниматься с ребенком. И, конечно же, не происходит какого-то отката, и на фоне занятия ребенок будет когнитивно улучшаться. Спасибо. Так, Нина спрашивает, как запускать речь при эпилепсии или РАС, если натропы запрещены? Ну, это вопрос, по большей части, наверное, ко мне. Здесь мы стимуляцию никакую не используем, занимаемся только со специалистами. Это логопеды, дефектологи, аботерапия. То есть только человек-человек. И, соответственно, после диагностики можно еще назначить сенсорную интеграцию, что, скорее всего, будет в совокупности тоже нарушено. Светлана спрашивает. Какие алгоритмы восстановительной программы? На каких авторов можно ориентироваться? Конечно, здесь мы с ребятами с эпилепсией также работаем по всем программам, которые и с нормотипичными детьми, и по методу замещающего антогенеза, и сенсорной интеграции. И также все специалисты, которые занимаются и с обычными детками с проблемами, может быть, в школьном каком-то образовании. И вот удачно можно спросить сейчас у Валентина Юрьевича. По методу замещающего антогенеза есть такая методика, и там есть противопоказания, что детям с эпилепсией она как бы противопоказана, потому что там идут глазодвигательные упражнения. Вот скажите, на самом деле это может запустить приступ? Или все-таки нет? Потому что так как мы не можем больше ничем стимулировать детей с эпилепсией, соответственно, это как бы большая находка, и развитие их, в принципе, за счет вот этой методики, оно достаточно ценно. В данном случае, конечно, очень все индивидуально, потому что существуют дети с эпилепсией, у которых эпилепсия полностью оккупирована, и большинство методов стимуляции, оно не приведет к развитию ухудшения. Но также существуют дети, у которых эпилепсия плохо подается контролю, и к таким детям все равно необходимо подходить индивидуально и тут уже консультироваться с его лечаим врачом. Дорогие друзья, я надеюсь, мы ответили сегодня на все ваши вопросы. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова